Всем привет! С вами Мистер Икс. Сегодня я расскажу вам, как правильно догонять немецкие истребители, которые уходят от вас в пикирование. Каждый из вас чуть ли не в каждом бою сталкивается с такой ситуацией, когда вы догоняете противников пикирования. В большинстве случаев мы не можем догнать немецкие самолеты, но иногда, если действия противника неправильные, а вы делаете правильные действия, то это можно сделать очень даже успешно. Давайте посмотрим, как это делается. Сейчас противник правильно оценил ситуацию и увидел, что у меня скорости больше и начинает пикирование. В принципе, это все правильно делать, но дальше его действие будет неправильное. Что мы делаем? Мы контролируем противника и не кидаемся за ним, держа его в прицеле. То есть мы не будем за ним пикировать. Мы будем контролировать его и пологу спускаться за ним. Мы будем как бы резать угол. То есть при пикировании фокивольф имеет больший угол и, соответственно, пройдет расстояние больше. Он наберет, соответственно, больше скорости. Но мы скорость будем сохранять при пологом пикировании. А он сейчас, эту скорость, которую он разогонит, он ее будет терять. Спустившись до земли и идя в горизонте, он ее будет терять. Соответственно, мы будем его догонять. При пикировании прикрываете полностью радиаторы и не делайте очень резких движений. Ягд держит 720 км в час нормально, без проблем. При 740-750 км он разрушается. Посмотрите, как быстро ягда гоняет противника. Все потому, что мы полога пикируем, держа постоянную скорость. А фокивольф слил свою скорость у земли в горизонте. Внешние ситуации бывают разные. На разных высотах, с разными противниками. Главное правильно оценить ситуацию. Помните, что немецкие самолеты разгоняются быстрее и скорость, по которой разрушается самолет, у них выше. То есть ваша скорость намного ниже и вы быстрее развалитесь, чем они. Конечно, ситуации бывают разные. Поэтому мой вам совет. Подумайте, пикировать или остаться на высоте. На этом у меня все. С вами был Мистер Икс. Увидимся в небе.